Добрый день. Меня зовут Роман Мнев, я инженер Центра Экспонента. Это видео – часть серии видеороликов, посвященных моделированию физических объектов, и в нем я покажу вам, как с помощью библиотеки Simscape можно моделировать магнитные системы. Сначала несколько слов о принятом подходе к моделированию. Любой физический объект можно представить в виде модели одного из двух типов, с распределенными параметрами и сосредоточенными. Библиотека Simscape предлагает инструментарий для работы именно с сосредоточенными параметрами, иначе говоря, с принципиальной схемой. Как выглядит переход от реального объекта к модели? Начинается все, конечно, с дифференциальных уравнений. Но напрямую работать с дифференциальными уравнениями трудно, поэтому их представляют наглядно в виде принципиальной схемы. Однако принципиальная схема только описывает систему, ничего не говоря о процессах, происходящих с объектом. Поэтому следующий шаг – это переход от схемы к модели. Таким образом, модель – это та же самая принципиальная схема, но с возможностью ее непосредственного расчета. Теперь, когда мы перешли к модели, пора поговорить о возможностях уже конкретных инструментов моделирования, а именно библиотеки Simscape пакетом от LabSimulink. Строго говоря, Simscape – это целый набор библиотек, соответствующих различным дисциплинам. В терминологии Simscape они называются доменами. В частности, домен для моделирования магнитных систем называется Magnetic, и вот с ним мы сейчас познакомимся поближе. Начнем с обзора элементарных блоков. Они находятся в разделе Simscape, в подразделе Magnetic. Элементарные блоки – это те основные компоненты, которые теоретически позволяют составить любую магнитную цепь. К сожалению, пока что домен Magnetic позволяет моделировать только линейные магнитные цепи, а нелинейности можно вносить только извне, меняя проводимость элемента. Поэтому здесь представлены, по сути, только магнитные проводимости. Две постоянных и одна переменная. Постоянные проводимости отличаются способом задания. Либо напрямую, в единицах на генре, либо через параметры зазора. Для переменной проводимости внешний сигнал – это ширина зазора. Здесь же, в этом подразделе, блоки преобразования магнитной энергии в электрическую и обратно, и в механическую и обратно. В разделе Sensors представлены идеальные датчики магнитного потока и магнитодвижущей силы. В разделе Sources соответствующие источники – управляемые и неуправляемые. Составим простейшую модель. Создадим новую модель и перенесем в нее источник МДС, магнитное сопротивление и датчик потока. Пусть МДС у нас меняется по синусоидальному закону. Нам также понадобится решатель для физической цепи и точка нулевого магнитного потенциала. Для визуализации добавим блок перехода от физических сигналов к математическим и осциллограф. Чтобы величины у нас были одного порядка, поставим сопротивление поменьше. Соберем нашу модель. Запустим ее на исполнение. На осциллографе можно видеть, что поток совпадает по фазе с МДС и отличается от нее согласно сопротивлению. Можно поменять источник МДС на электромагнитный преобразователь, питаемый переменным током. И запустив модель, видится в выполнении закона электромагнитной индукции. Ток и поток сдвинуты на пи пополам. Посмотрим теперь более практические примеры. Вот модель соленоида. Магнитная цепь здесь состоит из двух участков. Сердечника с высокой магнитной проницаемостью и воздушного зазора. Электромагнитный преобразователь создает магнито-движущую силу и тем самым наводит поток в цепи. Ну а магнитный поток, в свою очередь, вызывает механическое усилие на электромеханическом преобразователе. После моделирования можно посмотреть, как изменялись состояния всех элементов системы. Для этого есть Simscape Explorer. Вот он. Здесь выведен список всех блоков модели и все их состояния. Вот, например, ток через источник напряжения. Информацию отсюда можно получать и программным путем из скрипта. Это дает возможность строить графики заданной конфигурации, как, например, здесь. Магнитный поток и положение соленоида. Второй пример – это трансформатор в виде магнитной цепи. Такое представление позволяет напрямую учесть потоки рассеяния. Вот они в модели. Можем теперь воспользоваться тем, что Simscape позволяет объединять в одной модели любые домены и посмотреть, например, какие потери вызывает поток рассеяния. Допустим, что весь поток рассеяния вторичной обмотки замыкается через корпус трансформатора. Корпус – это, по сути, обмотка с одним витком и небольшим сопротивлением. Пусть будет 1 миллион. Теперь начинается тепловая цепь. Весит наш корпус граммов 100. Стоит он на открытом воздухе с температурой 20 градусов Цельсия. Измеряем тепловой поток от корпуса в атмосферу. Выведем на осциллограф и дополнительно посмотрим среднее значение. Запускаем модель и видим потери в 3 мВт, а на осциллографе периодическое изменение теплового потока. Ну что ж, приблизительные исходные данные – приблизительный результат. Его можно было бы развивать дальше, например, добавить радиатор и принудительное охлаждение, но это уже вопрос конкретной задачи. Сейчас же, еще раз, обращу ваше внимание на то, что в одной модели мы можем изучить и магнитную цепь, и электрическую, и тепловую, и любую другую, которая нам бы понадобилась. Последний пример взят из сообщества MATLAB Central. MATLAB Central – это всемирное онлайн-сообщество разработчиков, работающих в MATLAB. Здесь можно задавать вопросы и, как правило, получать на них ответы. Можно найти огромное количество готовых моделей и скриптов на все случаи жизни. Можно почитать о новых разработках, ну или просто пообщаться с энтузиастами-разработчиками со всего мира. Из этого сообщества и взята модель магнитного подвеса, ротора и электродвигателя. Здесь использованы сразу несколько библиотек Simscape. Машина с постоянными магнитами взята из библиотеки электрики. Ее механические параметры фиксируются с помощью блоков из библиотеки одномерной механики. Затем они переводятся в три измерения с помощью Simscape Multibody. Отдельные части трехмерного механизма взаимодействуют с блоками магнитной цепи, представляющей магнитный подвес. Если запустить модельное исполнение, можно на трехмерной анимации увидеть, как работает этот достаточно сложный агрегат. Более строго его параметры можно, конечно, наблюдать на осциллографах или воспользоваться Simscape Explorer, про который я уже упоминал. На этом видеоролик по моделированию магнитных систем Simscape завершен. На нашем YouTube-канале вы можете найти такие же ролики по моделированию других физических систем, а также множество обучающих материалов по другим темам, связанным с MATLAB, Simulink и Simscape. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нам по тем контактам, которые вы видите на экране. Заходите на наш YouTube-канал, смотрите наши вебинары, приходите на наши мероприятия. Всего доброго!